Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Если Ахпарат» с вами Богдан Петров. В начале анонс. В январе этого года показатели в основных отраслях экономики начали улучшаться. В обрабатывающей промышленности наблюдается рост на 3%. Машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика, строительство и сельское хозяйство также имеют высокие показатели. Проблемы наблюдаются только в горнодобывающей отрасли, отметил глава правительства Аскар Мамин. Это связано с выполнением Казахстана в задаче по сокращению добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК. Поэтому освоение черного золота снизилось на 12%. На заседании правительства премьер-министр дал конкретные поручения Акимам и отметил необходимость активизации работы. Кроме этого, было принято решение, что отныне будет составляться инвестиционный рейтинг регионов. Это будет основная задача заместителей Акимов областей. В дальнейшем необходимо наращивать объемы привлечения инвестиций в экономику. Также Аскар Мамин поручил первому вице-премьеру Алихану Смаилову создать штаб по реализации предвыборной программы партии «Нур-Отан». Заседание необходимо будет проводить еженедельно. Голод начала XX века теперь требует повторного изучения. Этот вопрос был поднят на круглом столе, организованном Сенатом парламента. В статье «Независимость дороже всего» президент страны Касамжу Мартукаев также указал на необходимость всестороннего изучения 1921-1922 годов. В те времена голодало население Украины, Беларуси, Молдовы, нескольких регионов России, в том числе по Волжье, Северного Кавказа и Казахстана. По данным ученых, в 30-е годы в Советском Союзе погибло более 7 миллионов человек. Это прежде всего связано с ошибочной политикой властей, сказал председатель Сената Маулина Шимбаев. Участники круглого стола отметили, что необходимо перепроверить документы всех архивов страны и тесно работать с архивами соседних стран. В области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Уколы уже получили 1200 человек. Это те, кто работают в инфекционных отделениях, мобильных бригадах и службе скорой помощи. Теперь с 22 февраля им будут делать прививки вторым компонентом. Член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Жанна Цатыбалдеева прокомментировала действия российского препарата «Спутник Ви» от коронавирусной инфекции. Это вопрос, вызывающий некоторых сомнений. Однако все вакцины, разработанные сегодня, будут защищать от всех вновь выявленных штаммов. Как только геном вируса был впервые идентифицирован, ряд ученых приступили к изучению уровня мутации мутогенности вируса. Вся страна делилась этой информацией друг с другом. Эти данные стали основой для разработки анализа и исследования вакцин против коронавируса. По словам Жанна Цатыбалдеевой, повышение иммунитета с помощью вакцин – большое достижение медицины. Также важно защитить организм от сезонного гриппа во время коронавируса. Необходимо поддерживать социальную дистанцию и соблюдать меры безопасности. В целом, с 1 по 11 февраля 2021 года в стране получили прививки от COVID-19 около 14 тысяч человек. Сообщений о плохом самочувствии среди вакцинированных не поступало. Однако в зависимости от иммунитета каждого человека после укола могут возникать боль, жар, высокое кровяное давление и другие эффекты. За минувшие сутки в северном регионе коронавирусной инфекцией заразились еще 37 человек. 18 из них с симптомами заболевания. Лабораторные анализы методом ПЦР, взятые у 28 граждан по эпидемиологическим показаниям, еще у 5 с целью эпиднадзора. Всего сделано 263 142 теста. На сегодняшний день инфицировано 11 882 жителя северного региона. Вылечились 11 18086. Умерло 42. Стоит сказать, что Североказахстанская область по-прежнему находится в желтой зоне по уровню заболеваемости. Новое оборудование, новые возможности. В конце 2020 года четыре городских колледжа получили современное оборудование через госпрограмму ЖАСМАМАН. Приобретение позволит североказахстанским студентам быть более конкурентоспособными на рынке труда. В этом году работу по обновлению материально-технической базы планируют продолжить. Как справляются студенты с новшествами и какие учебные заведения получат обновления в этом году – ответы в материале Ильи Кудрякова. Машиностроительный колледж был основан в 2003 году. Готовят здесь слесарей, ремонтников, токарей, фрезеровщиков, электромонтёров и многих других мастеров своего дела. Конечно, чтобы стать профессионалом, необходимо готовиться на современном оборудовании. В конце 2020 года сюда привезли и установили новое современное оборудование, такое же, как и на производственных предприятиях города. Теперь студентам не придётся несколько месяцев приспосабливаться. В 2014 году мы задумались о том, что нам необходимы станки с ЧПУ, потому что производство не стоит на месте, с заводом требуется. К нам поступали предложения и просьбы от заводов, что им необходимы операторы на эти станки. И тогда мы задумались и приобрели на 25 миллионов тенге в 2014 году 8 единиц именно ЧПУ станков. Но это были, конечно, такие учебные, очень простые, китайского производства станки со старым программным обеспечением. И сейчас эти станки, новые станки, они тоже интерфейс Сименс имеют, но при этом, конечно, у них функционал гораздо выше. Там современное программное обеспечение и, конечно, то есть это совсем, ну, просто огромная разница между ними. Благодаря республиканской программе «Жас Маман» руководству колледжа удалось закупить пять универсальных станков и три с программным управлением. Один такой обошёлся почти в 90 миллионов тенге. В общей сложности потратили чуть больше 300 миллионов. Пока студенты не работают на них в полной мере, но уже сумели ощутить новшество. На нём стоит сенсорный экран. Это намного уже, как сказать, улучшает работу оператора. Он не путается в этих кнопках. Там уже всё написано. Нажал кнопку, поехал, она выточила. Вот. Также уже улучшено программное обеспечение. Программы уже быстрее пишутся, лучше, быстрее работает станок. Вот. Есть два вида станка. Есть фрезерный станок, есть токарный станок. ЧПУ. Также с числовым программным управлением. Ну, с нового станка, конечно, гораздо лучше. В прошлом году, благодаря поддержке со стороны государства, свою материально-техническую базу смогли обновить четыре Петропавловских колледжа. Из республиканского бюджета выделили больше миллиарда тенге. В этом году работу по закупу современного оборудования планируют продолжить. В 2021 году пять колледжей, сельскохозяйственные колледжи получат, также закупают оборудование для колледжей на сумму миллиард 440 миллионов тенге. Значит, это будут высокотехнологические комбайны, трактора, сельскохозяйственная продукция. Для студентов наших это большой плюс в работе. Всего в республике под эту программу попали 180 колледжей и 80 вузов. Из нашего региона 9 колледжей и университет. Обновление материально-технической базы даст возможность студентам быть более востребованным на мировом рынке труда. Илья Кудряков, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Специализированный лицей-интернат «Блема инновация» для одаренных детей Североказахстанской области – фундаментальное образовательное учреждение, которое обучает талантливых детей нашего региона. Ребята не только постигают азы наук, но и вносят весомый вклад в престиж образовательного учреждения на республиканских и международных соревнованиях. Тему продолжит наш корреспондент. Специализированный лицей-интернат «Блема инновация» для одаренных детей Североказахстанской области открыт в 2006 году. Такие предметы, как математика, геометрия, физика и химия преподаются на английском языке. Сегодня здесь учатся 217 детей. Есть общежитие на 105 человек. Школа также поддерживает тесные отношения с родителями обучающихся. Самое важное в нашей школе – ученик, сама школа и родители. Здесь наши родители вносят большой вклад в воспитание старшеклассников и в учебный процесс. Например, когда мы празднуем Наурыз, наше национальное воспитание и забытые традиции помогают передать его будущим поколениям. В лицее работают 23 квалифицированных педагога, обеспечивающих качественное образование. Во время эпидемии учителя проводили занятия дистанционно по специальной программе. В настоящее время уроки проводятся онлайн и офлайн. Сейчас в каждом классе обучается не более 15 учеников. Ученики теперь как губки. После карантина впитывают в себя все знания, которые мы им даем. А в формате онлайн мы учимся с сентября. Были небольшие трудности, но мы справились. Стоит отметить, что талантливые дети лицея и интерната также принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Многие вернулись с региональных и республиканских соревнований с призами. По словам учителей физкультуры, казахские национальные игры также включены в школьную программу. Мальчики играют в метание асыков, а девочки играют в без асыков. И теперь мы выросли на очень хороший уровень. В каждом городе есть наши лицеи. Соревнования проводятся на национальном уровне. Школьники нашего региона показывают результаты первого уровня в пяти асыках. Кроме того, мы всегда лидируем. Отметим, что прием документов в областной лицеи интернат для одаренных детей «Белеминновация» начинается в марте. Экзамен состоится в апреле. В каком формате пройдет тестирование, еще неизвестно. Айман Кузимбаева, Алина Ржанов, Служба новостей. В селе Дружба Тимирязевского района установлен памятник в честь воинов-афганцев. В торжественном открытии монумента принял участие Аким района Нурлан Кенесов. Всего на войну, закончившуюся 32 года назад в Афганистане, отсюда отправили 28 человек. Моя коллега в продолжении темы. В честь 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в селе Дружба Тимирязевского района установлен памятник. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. В торжественном собрании принял участие Аким района Нурлан Кенесов. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто проявил стойкость, мужество и самоотверженность, с честью выполнил свой священный долг. В 1989 году из Тимирязевского района на войну в Афганистан отправились 28 мужчин. Среди казахстанских ребят, героически сражавшихся на чужой земле, выполняющих свой интернациональный долг, есть и уроженец села Дружба Серик Иманжанов. Памятник в честь воинов Афганской войны изготовлен по фотографии погибшего героя. Памятник я заказывал в России, Магнитогорский. Делали его с апреля месяца по конец ноября. В конце ноября привезли его, поэтому маленько вот не доделали мы. Так и есть панорама уже готова, там горы Афганистана. Ну, думаю, летом до конца мы его доведем, потому что сами видите, какие сегодня условия. В настоящее время в Темирязевском районе действует Союз ветеранов Афганистана и локальных войн «Мужество». В нем 13 человек. Все те, кто прошел сквозь ужас той долгой войны. Мы вот проводим открытие Серику Иманжанову. Он, получается, единственный орденоносец, кавалер ордена «Красной звезды». И вот хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех ребят, ветеранов Афганистана с 32-й годовщиной выводов советских войск Афганистана. Пожелаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия. Всего в регионе проживают более 700 ветеранов афганской войны. На поле боя остались 46 североказахстанцев. Наталья Яитова, Майгуль Силбек, Юрий Искаков. Служба новостей. Магазин, где нет ни продавца, ни охранников. В одном из торговых домов областного центра открылся благотворительный бутик. Теперь нуждающиеся граждане могут прийти и подобрать по размеру одежду себе и своим детям. Все это совершенно бесплатно. Тему продолжит мой коллега. Благотворительный бутик в Петропавловске открылся совсем недавно. Сюда неравнодушные граждане приносят свои вещи, которыми они уже не пользуются. Главная цель акции – помочь сэкономить нуждающимся семьям свой бюджет. Здесь нет ни продавца, ни охранника. Все построено на добропорядочности, говорит Петр Вагнер, основатель благотворительного бутика. Посетители могут брать столько вещей, сколько им необходимо. Ассортимент разнообразный – от зимних курток до летней обуви. Если есть у человека лишняя вещь, жалко, так сказать, выбросить, не приносит, просто здесь ложит, а тот, кто нуждается, приходит, ее забирает. Это правильно. Наверное, так должно быть. В каждой семье, в каждом доме найдется та вещь, которая, наверное, семья уже и жила. Вот можно как раз эту вещь пожертвовать вот в такой бутик, который принесет пользу и дальше. Стать участником благотворительной акции могут все желающие. Бутик «Милосердие» расположен на втором этаже торгового дома «Страна товаров». Кирилл Потемтин, Юрий Скаков, Служба новостей. Члены Альянса женских сил Североказахстанской области и Ассоциации деловых женщин провели заседание, на котором обсудили план работы на ближайший год, согласно дорожной карте. Вручили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество 14 активным представительницам прекрасного пола. Подробности в сюжете. Альянс женских сил Казахстана – самая крупная площадка для продвижения идей, проектов и решения социальных проблем у женщин, детей и людей с особыми потребностями. Прекрасная половина северного региона страны также не остается в стороне. На заседании рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся развития бизнеса и поднятия статуса женщины. Главная задача – разработать план работы Альянса согласно дорожной карте на 2021-2023 года. Сегодня будет рассказываться дорожная карта бизнеса, то есть как женщины могут развивать свой бизнес, какими программами они могут воспользоваться для поддержания своего бизнеса. То есть сегодня об этом будут рассказываны возможности, все, которые существуют у нас в республике для этого. В дорожной карте Альянса женских сил затрагиваются вопросы гендерного равенства и социального предпринимательства. Это конкретные меры для расширения прав и экономических возможностей женщин страны. Предлагается разработать меморандум о сотрудничестве с Акиматом Североказахстанской области, включить представителей Альянса в общественные советы и комиссии при Акимате, создать единый сайт и горячую линию по разъяснению женщинам их прав и помощи в трудных жизненных ситуациях. Женщины должны знать о том, что такое политическое лидерство, насколько возможно активно участвовать в изменении социально-экономического развития казахстанского общества, что означает собой термин «политическое лидерство». Более того, Альянс женских сил Североказахстанской области организовал школу политического лидерства. У нас работает клуб женщин-политиков. Первостепенная задача Альянса – вовлекать в активную политическую, социальную и экономическую жизнь больше женщин, которые бы представляли самые разные интересы и слои населения. Также на заседании вручены благодарственные письма 14 активным женщинам Североказахстанской области. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. Следить за расходом своих денег. После 1 июля 2022 года КСК перестанут существовать. На смену старому придет новое – объединение собственников имущества или простое товарищество. Что это такое и к чему эти перемены, расскажут мои коллеги. Основной задачей КСК всегда было содержание дома и уход за придворовой территорией. Деньги на это собирали жильцов. Но со временем кооперативы стали расширяться. И сейчас в один входят уже несколько домов. Все они имеют только один счет, куда поступают деньги. Поэтому собственникам квартир очень сложно проследить, куда именно ушли их средства. Чтобы это исправить, КСК решили упразднить и ввести новое объединение собственников имущества, сокращенно ОСИ. Сейчас принята такая реформа, что один дом, одно объединение, один счет. Тем самым фундаментальным отличием ОСИ от КСК – это распределение денежных средств. У КСК был один счет, а домов много. У ОСИ же у каждого дома будет свой отдельный счет. Средства будут идти только на нужды одного дома. И за этим могут следить как сами собственники жилья, так и местные власти. Председателем ОСИ может быть любой житель дома. Выбирают его на общем собрании на один год. Конечно, и ответственность у этого человека будет большая. Если сейчас в штате КСК насчитывается несколько человек, то ОСИ будет состоять только из председателя. Он будет выступать заказчиком необходимых для дома услуг. В том числе привлекать дворников, электриков, контролировать качество выполненных работ. Новый закон, хотя и в старом это было, предполагает два расчетных счета. Первый расчетный счет на содержание дома. И второй накопительный счет. Потому что если сейчас требуется большой ремонт по дому, крышу заменить, это несколько миллионов надо. И когда при квартире предъявляют 100-200 тысяч, этих денег у людей нет. А если потихоньку накапливать на банке, и который председатель в настоящее время ОСИ или КСК не имеет права трогать без разрешения собрания. Кроме этого, собственники могут создать простое товарищество на общем собрании, которое созывается инициативной группой. Но в отличие от ОСИ, для создания товарищества необходимо согласие 100% жильцов дома. Каждый из них должен дать доверенность и подписать договор о совместной деятельности. Илья Кудряков, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. 26-летний житель Таиншинского района в ходе семейного дебоша совершил несколько выстрелов из неразарегистрированного охотничьего ружья. К счастью, никто из родственников не пострадал. Данный факт несен в единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хулиганство». В 2020 году в Североказахстанской области зарегистрировано почти 900 нарушений в сфере оборота гражданского и служебного оружия. Из них свыше 60 нарушений приходится на статью «Незаконные приобретения, передача, реализация, хранение, ношения, перевозка физическими и юридическими лицами». За нарушение статьи влекут штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 25, на субъектов среднего предпринимательства в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства в размере 40 месячных расчетных показателей с конфискацией оружия. В областной научно-универсальной библиотеке имени Сабита Муканова прошел семинар с директорами районных домов культуры. На мероприятии подвели итоги 2020 года, обсудили текущий вопрос и наградили коллективы, которым присвоили звание «Народный». Моя коллега подробнее. В пандемии ограничительные меры кардинально изменили жизнь артистов. Творческим коллективам, которые привыкли смотреть на своего зрителя со сцены и видеть эмоции зала, в этот период пришлось изменить формат выступлений и дарить свое творчество онлайн. В прошлом году было проведено более 14 тысяч мероприятий в оффлайн и онлайн режимах. На данный момент у нас 88 коллективов имеют звание «Народное». Это почетное звание присваивается Министерством культуры, приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан. И я думаю, в дальнейшем мы будем продолжать эту работу по присвоению звания «Народное» образцовое. И я надеюсь, что наши коллеги нас поддержат в сельской местности и будет у нас еще больше коллективов, имеющих звание «Народное» образцовое. В числе коллективов, кому сегодня присвоено звание и семейное трио «Меркель». Сын Андрей руководит ансамблем и является директором Темирязевского районного дома культуры. Семейный тандем дарит свое творчество уже несколько десятков лет. Сами пишут стихи и музыку, сами ее исполняют. Помогают в этом клавиши гитара, баян и фортепиано. Поют в основном о семье, родном крае и любви. В прошлом году на защите звания «Народное» семья исполняла 9 собственных произведений. Именно для своих родителей, я думаю, это какая-то заслуга, определенная черта в их творческой деятельности. И я, наверное, больше искренне рад за них, чем даже полностью за трио, за себя, а вот именно за них. В этот день звания «Народное» удостоились 14 коллективов области. Всем им были вручены сертификаты. Кроме того, были названы самые активные участники онлайн-проектов. Анастасия Драняк, Урал Амренов, Служба новостей. Молодежка Кулагера одержала волевую победу над лидером чемпионата – хоккейным клубом «Торпеда». Проигрывая 0-2, подопечные Вячеслава Емельянова смогли переломить ход встречи и добиться положительного результата. К слову, с момента основания клуба скакунам ни разу не удавалось взять верх над дружиной из Усть-Каменогорска. Начало встречи осталось за гостями. К восьмой минуте лидер чемпионата уже имел преимущество две шайбы. Однако наши ребята смогли найти в себе силы восстановить статус-кво еще до начала сирены. Сначала в большинстве забросил Андрей Фролов, а через пять минут счет стал равным благодаря усилиям Даниила Махамадеева. Во втором периоде петропавловцы и вовсе вышли вперед. Автором гола стал Никита Емельянов. Сравнять цифры на табло усть-Каменогорцы смогли лишь в начале заключительной 20-ти минутки, но радость гостей длилась недолго. Антон Свириденко изумительным кистевым броском под перекладину во второй раз подряд вывел нашу команду в лидеры. Но и на этом обе сборные не успокоились и продолжили забрасывать красивые шайбы. За восемь минут до конца поединка гости в исполнении Александра Пивня сравнивают счет. Автором же победной шайбы стал Даниил Миллер. На 17-й минуте третьего периода нашему защитнику удалось издали забросить исторический победный гол. 5-4. Первая победа Кулагера над командой из Усть-Каменогорска. А главным героем встречи, безусловно, стал наш юный голкипер Алдиар Токпан, отразивший самые ярые броски соперника и выполнивший изумительные сейвы. Мы поговорили с ребятами, донесли до них, что нужно с первой до последней секунды играть по заданию, играть правильно. Ребята хорошо поработали, в принципе-то и в первой игре. Много сил отдали. Ребятам спасибо за игры. Всех победы. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте www.kizljartv.kz. До встречи в эфире.